привет всем друзья ну что ж по многочисленным просьбам хочу сегодня вам показать и поделиться своими впечатлениями о вот такой вот эксцентриковой шлифовальной машинки от компании или под брендом юкиджи называется она китайская машинка я думаю что уже наверное всем стало понятно все уже понимают что работать пневматикой ну как минимум это конкретно дорого потому что нужен компрессор до мощный который будет постоянно молотить то есть это куча электричества будет тратиться и так далее большинство переходят на шлифовальные машинки электрического типа но есть один нюанс да они здоровые все большие как допустим фестул рупис у них здоровенные машинки тяжелые неудобные поначалу потому что когда привыкаешь вроде бы неплохо но все равно она большая тяжелая и следующий уже шаг это начали делать машинки бесщеточные они тогда получились маленькие весят там около килограмма плюс-минус все но и также у них есть один нюансик по-моему самая дешевая из брендовых таких полноценных то европейских бесщеточных машинок стоит где-то там двадцать пять тысяч рублей может быть 23 до дирос стоит там за тридцать пустую тесты стоит за 40 конечно это супер крутые машинки все классно но у них есть такая вот цена что мы имеем здесь здесь у нас есть очень крутой плюс эта машинка бесщеточная небольшого размера весит один килограмм или около того и стоит всего в розницу 15 тысяч рублей это рекомендованная розничная цена возможно она где-то в регионах может меняться что мы видим тут такое корпус да допустим сделаны непонятно что что он напоминает то ли дирос по вот этой клавиши лягушки да то ли вот этот нижний блок как похоже на фустовскую и т.с. ну дизайн очень выглядит вот так первое время когда я начал работать работаю я наверно где-то месяцок ей уже мне было неудобно вот этот хват да я и пневматику не любил никогда вот за то что нужно поддержать машинку сначала было достаточно неудобно я привык к фестовской и т.с. где есть ручка включил кнопку да она работает и надо это держать клавишу эту и вот такой хват был неудобный но поработал какое-то время в общем уже нормально я думаю тем кто привык пневматиком или к этим лягушкам вообще будет отлично заходить в плане удобства что хочется сказать сразу про плюсы значит вес цена это прям главный плюс имеет вот такое электронное управление здесь можно переключать скорости типа как на деросе что-то похоже подключил я ее к обычному пылесосу самому дешевому получается очень прикольный комплект скажем так финансовом плане из 15000 стоит машинка и 7 тысяч или чуть дешевле стоит пылесос керкер сейчас я вам покажу вот он такой вот пылесос принципе но он тоже где-то месяц я их купил одновременно работает пока что без нареканий не знаю на сколько хватит момент какой подключил я к этому пылесосу фестуловский шланг у меня был конечно тут можно воспользоваться любым другим сейчас покажу чем на у меня получилось то есть пылесос стоит там и получился вот такой вот офигенный шланг длиннющий то есть можно можно с машинкой тусить с машинкой можно тусить довольно таки далеко что мне не не понравилось и на данный момент не очень-то и нравится потому что у нее нет тормоза тарелки то есть видим да она крутится как обычная болгарька пока на нее не будет контакта даст поверхность и давление только сказал про пылесос и что-то он начал выпендриваться как видим эксцентрик начинает работать только тогда когда получает какое-то сопротивление пока его нет она крутится просто вот так болгарка у других брендов это реализовано тем что другое крепление тарелки сделано да и она тарелка здесь прилегает к резиновой части тем самым создавая сопротивление тарелки и она не крутится вот так то есть это тот самый тормоз тарелки который позволяет работать время в ходе эксцентрика но опять же я думаю на огромном множестве машинок в том числе пневматических этого нет тормоза тарелки и многие работают с этим без каких-либо проблем просто нужно немножко иметь это ввиду да чтоб не нарезать каких-то там нехороших ненужных рейсах которые потом сложно будет убираться по тарелке тарелка здесь стоит довольно таки жесткая то есть она жестче чем у фестула допустим средняя тарелка да там у них стой с мягкой средней жесткая тарелка здесь она жестче чем средняя это говорит о чем допустим какие-то ровные плоскости шлифовать выравнивать шпатлевку допустим ею будет довольно комфортно за счет жесткости она не мягкая она не облизывает не облизывает нам границей конты и так далее можно довольно ровно сделать машинкой шлифования в принципе все классно допустим для каких-то сложных мест для каких-либо сложных мест сложных форм да где можно жесткой тарелкой чего-то напилить чего нам не нужно можно использовать вот такую вот мягкую проставку в особенности хорошо на бамперах где очень много всяких вот таких вот изогнутых мест также ставим проставочку и можем уже шлифовать по всяким округлым местам вогнутым выгнутым и так далее не боясь напилить каких-то острых грани ну ну вот так получается довольно таки комфортно по поводу вопросы есть сколько она проработает да по моему у нее год есть гарантии от завода изготовителя а вот у меня она где-то месяц уже работает каждый день никаких каких-то нюансов вопросов пока что не возникало но опять же нужно проверить на длинной дистанции до сколько она проработает по идее но ей ломаться нечем по идее конечно же может только что-то с электроника произойти произойти я так думаю но опять же нужно тестировать на долгой на долгом времени и смотреть как она будет сперс на данный момент на мой взгляд за 15000 рублей это офигенный вообще вариант потому что ну это цене это только вот такие здоровенные будут машинки кому нужна кстати ссылка где можно приобрести такую машинку я оставлю в описании ссылку на их группу вконтакте компания финишинг групп называется вот они занимаются продажи таких вот машин ну что ж а тогда давайте мы ей допилим нашу эту тачку и я думаю покрасим может стать и сейчас еще видос запилим про покраску в переход серебра очередной раз давайте давайте кстати говоря вот еще один такой момент да когда шлифуем какие-то такие трудные места очень удобно придерживать рукой за тарелку чтобы она у нас не крутилась никуда не скакала то есть мы придерживаем она у нас не вращается стоит на месте работает только эксцентрик шлифует то что нам нужно никуда не ускакивая не убегая шлифовать будем мы без шкурочек без воды может быть немножко разве что смачивать поверхность 400 шлифую грунт потом 500 обролоном к примеру да ну думаю да в обролоном мы перешлифовываем грунт на всякий случай ну и места где будет у нас база остальное части где будет уже лак вот ну без краски да где сделаем переход наверное зашлифуем тысячным тразиком тразиком обролоном тысячным обролоном тразик слишком дорого чтоб шлифовать им под окраску вот как бы такой вот вот вариантик по удобству опять же горю кто как привык но можно работать хоть одной рукой или отвод кстати работает довольно таки неплохо если что-то и пролетает то не сильно еще там еще шланг медленнющий можно работать двумя руками до несмотря на то что ход эксцентрика 5 миллиметров риска получается довольно нормально сейчас запилим это все дело и покрасим соответственно посмотрим но я думаю ни по риске видно не будет так как уже ну не первую машину мы этой машинкой чиним 500 обролоном перешлифовываем наш 400 риску конечно по-хорошему смочить нужно бы его чтоб он быстро не умирал здесь немножко у нас поэтому я думаю и на сухую сработает единственный момент такой я не знаю можно ли ей поработать с водой ну то есть смачивать такие абразивы да будет она всегда воду тянуть и соответственно можно это и делать или нельзя но этому мы сегодня это проверим надеюсь она не ляжет сейчас 500 им также зашлифую все труднодоступные места и мы проходим тысячным обролоном все таки я его смочу потому что на лаке я думаю быстро он устанет тысячным под места переход так поставил тысячный обролон отключил пылеотвод для того чтобы у нас не сосала в пылесос воду смачиваем немного это дело ну мы надеемся что ничего с ней не произойдет а и и и и и и и и короче на самом интересном месте у нас вырубили свет поэтому и его покраску будем делать завтра вот что успел мотануть протёр видно да как получается ровненько без каких-то направленных рисок без чего-то еще ровная матовая поверхность то что надо нам для покраски ну что друзья давайте увидимся в следующем видео где мы уже будем красить эту машину заодно посмотрим что там у нас по рискам что-то где-то будет или нет но я думаю что вряд ли в общем что можно сказать по машинке на мой взгляд вполне рабочий инструмент за очень адекватные деньги то есть по времени неизвестно да тут я вообще не могу ничего сказать сколько она про держится проработать допустим фустуловская машинка у меня работает уже там ну не знаю года четыре это точно и как бы там щетки меняет да и все здесь как бы уже щеток нет нам их менять не придется это опять еще один плюс но посмотрим сколько она проживет что вы думаете по этому поводу пишите в комментарии обязательно по напомню кому необходима ссылка на машинку на это будет также в описании под видео как и наша ссылка на нашу группу вконтакте авто плюс маляр не забывайте подписаться на нас вконтакте подписывайтесь здесь на ю тубе и до следующих видео опа а вот и свет а может быть сегодня и покрасим рассвет на нас пришел